Международному дню борьбы с коррупцией посвятили целую серию событий, конференций, совещаний и круглых столов. Они прошли в учреждениях, организациях, органах государственной власти. Комиссия по координации антикоррупционной работы в Чувашской республике подвела итоги за год и наметила задачи на будущее. Борьба с коррупцией во всех ее проявлениях – важнейшая стратегическая задача, которую ставит президент страны Владимир Путин. Резонансные дела с участием высокопоставленных чиновников свидетельствуют о серьезности намерений. В Чувашии проводится последовательная антикоррупционная политика, которая приносит результаты. Вот лишь несколько фактов. В частности, снижение зафиксировано по обращению в сфере жилищно-поминального хозяйства, здравоохранения и образования, распоряжения государственным и муниципальным имуществом. На позитивную динамику повлияли в том числе повышение прозрачности деятельности случаев, усиление ведомственного контроля и ужесточение ответственности за совершение коррупционных правонарушений или преступлений. Жители республики уровень коррупции в регионе оценивают ниже, чем в целом по стране, по Российской Федерации и в целом по Приворскому федеральному округу. Лучше всего ситуацию иллюстрируют данные статистических опросов. Респонденты анонимно, а оттого достаточно откровенно, рассказывали о своем опыте взаимоотношений с чиновниками в различных сферах. Если в 2010 году 42% людей участвовали в коррупционных делах, 42% это 420 тысяч человек из миллиона жителей давали хотя бы один раз за 12 месяцев какое-либо материальное вознаграждение. И в 2017 году уровень коррупции у нас опустился до 7%. Уже 7% лиц за последние 12 месяцев участвовали в коррупционных сделках. Это снижение в 6 раз. Чаще всего граждане жалуются на необходимость вознаграждения для медиков, поборы в сфере образования, махинации при распределении путевок в детские лагеря. Нередко приходится договариваться о месте в детском саду или о приеме в престижную школу. К числу коррумпированных относит и местное самоуправление, однако в значительно меньшей степени, чем вышеупомянутые отрасли. Впрочем, количество правонарушений коррупционной направленности снизилось во всех сферах, причем заметно. По словам министров, этому во многом способствует строгий контроль при проведении госзакупок, установлении обратной связи с населением посредством горячих линий и телефонов доверия. Большую роль в противодействии коррупции играет профилактика. Разъяснительная работа, повышение правового самосознания, социальная реклама – все это приносит положительный эффект. За участие в профилактической работе отметили и журналистов республиканских СМИ, в их числе и наши коллеги из Национальной телерадиокомпании Чуаши. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.